я не буду я чё смотрю чуть не смотрю главное смотрите видосы мишани короче я вчера читаю его отзыв это сервисе и такой думаю где график друзья всем привет с вами ростислав это новый лайв-канал начинается он с гаража где мы уже потихоньку наводим суету картон переехал сюда потому что мы освободили вот эту вот часть крышечка любимая родненькая уже нам тэшечка загружается металлическими стеллажами которые у меня лежали ждали своего часа вот почти всего до хрена и я снял еще один гараж для каких целей расскажу чуть позже на основном наверное хотя может быть и на лайв канале расскажу в общем посмотрим пока не буду говорить зачем но мы сейчас новый гараж будем собирать стеллажи которые лежали у меня здесь и это вот полки у стеллажей поэтому сейчас полки туда тоже увезем пришел мне помогать этих пришло помогать мне паша класс короче ебёмся поехали ну собственно вы на наши тэшечки доехали до гаража в этом же кооперативе пацаны нету тоже помогает мы почистили снега чтобы открыть ворота взял вот такого гаражик достаточно большой здесь он идет 7 на 6 метров примерно но где-то так короче но двойной гараж он поменьше чем тот который у меня был у меня стенки то есть у меня еще как расширение знаете такие туда есть ну как ни на как объяснить короче отворот еще отступы есть до стены здесь такого нет бетонный пол кирпичные стены потолок в ужаснейшем состоянии весь какой-то не знак грязный или плесневелые но короче судя по всему крыши надо тут будет заниматься какое-то вот я отверстие увидел но снял не скажу что прям за какие-то бабки большие вот заносить и собирать здесь стеллаж так у нас тут нюанс здесь все четко встала по высоте а вот здесь нет и мы пытались даже за балку тоже там они не встают в общем пока оставляемся это дело так может быть соберемся как-нибудь с мишей или еще с кем-нибудь у кого есть болгарка и пильнем просто вот этот вот уголочек и все а сейчас закрываемся здесь и едем за полкой просто перевезем все сюда чтобы потом не кататься 300 раз так ну чё мы перевезли еще полки и оставляем пока все так даже гараж пока открытый оставляем блять потому что мы проебали ключи в итоге сейчас поедем еще замок нового купим сразу один хер надо было бы вот это вообще угар мы тут подперли ну а я сейчас выйду вот и поехали за замком а ты как пошел на тонкого раннее воскресное утро здрасте время 12 14 я уже за рулем я не выспался потому что работаем люда перед новым годом и я думал надо немножко поработать но звонит паша горит над немножко отдохнуть там гонки по голова проводится поехали пазырем поехали собственно едем по гола пашу уже там вроде как я вот мчу по платочки есть нам осталось 24 километра и 25 минут едем с кай фон абсолютно с кайфом на на сзади поджимает мультивэн а я его закидывать снегом а чё блять я машина им чистил поэтому и закидывал ооо поехал поехал такой типа крутой тут камера так-то дядь ладно сейчас короче домчим и покажу вам вот я как лицо со шрамом обладаю шармом я не играю ваши игры ваших мы на площадке доехал видите тут всякие тачки стоят в одной весы прикольно гостевая парковка вижу паша ask of где-то здесь уже какие-то гонки там за нами я оки тут есть прикольные автомобили а вот и паша и про классно до мест он не тут занял как пидор был и нашел место куда мне встать да я тут вообще ни разу не был и тут вообще прикольно судя по всему нам туда куда он поехал на народу он дофига тачек всяких дофига прикольно вообще а тут все ножи как будет еще сады кого него спойлер я на бм на так и балку балка балка за поставь себя на боевую раз о ремонт вполне себе успешно я понял блин давай тоже соберем ты мне говори надо газон только соберем газ 53 понял я у фреш авто видел ты гонки на газонах вот давай соберем снаружи делаю и вот с ними поедем я думаю вполне себе смотри буха какая вообще бодрая мне кажется бэмм когда телка сказала что любит бмв да да а муж такой ну просто у них дешевле было купить а заклеил ее блин надо было на моей жеге выезжать получать зато у меня шипа Смотри, какая-то досина, да, вообще лютая. Вот это шип, я понимаю. И тут, смотрите, о, и такие надо еще эти. Мне прям уже атмосфера тоже нравится, что ты вот через вот этот, ну, где тачки стоят, проходишь. Здравствуйте. О, бля, товарищ блогер, как ты? Нормально. Пришел за тебя поболеть? Серьезно? Ну, конечно. Ну, я, бля, что у меня за уровень, бля? Короче, мы нашли место, куда можно встать. Народу, кстати, ну, я бы сказал, что вообще нормально. Главные зрители на месте, это мы с тобой. Встали прямо на траектории полета машины. Если что-то пойдет не так, нальюбнет прямо нас, вот на глушничок, то, что надо. Я все-таки думаю, что мы те боты из Колин Макрэй ралли 2005, через которых, если что, машина насквозь проедет, и мы будем дальше стоять. А можно тут отматывать, типа, если разложился, нажать кнопку, и что тебя назад открутило? Думаю, что нет. Ну, а люди, я вообще вот туда, мне кажется, было бы классно. Ну, мне нравится, как они перебегают там, вообще хорошо. Может, тоже перебежу? Ну, блядь, если гонка начаться, мы не с себя медицином. Она уже, а, ну да, так она идет уже, по-моему. Не, 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 она еще, типа, тренинг, да. Ровню в тренинг. Ну, трассу изучить. Чтоб я так тренинг. А че мы Сансета не позвали? Он тут на Ягуаре, я думаю, потренил. На своих этих 65-х профилях, а че бы не прыгнуть. На спортподвесках. А Бритиш Рейсинг Грин дает просто стопроцентные шансы на победу. У него вот эти, поняла, пороги, они как в фильме такси, понял? Такси подвигаются крылья, и он летит, он на джойстике, чисто, вылетает. А у него же есть этот джойстик здесь такой? Да, да, как раз аэродром построили, он чисто как в такси. Вот этот коварный план, видишь, он сейчас ворвется, я думаю. Так, мы, в общем, переместились в зону прыжка. Трасса выглядит с этим образом. Там старт, здесь сразу прыжок. Вот они уходят на разворот. Прикольно, короче, так, вот так, как-то туда, и фиг знает, дальше не видно. Вот, ну самое интересное место, конечно, это здесь. Вот, потому что трамплин, сейчас уже одна тачка вылетела. Я поднять, к сожалению, не успел. Ну, интересно, о, а там что это, Subaru, смотри, мощная, какая-то, наверное, желтая. Чё ты там? Да я ещё сейчас в это, в сториз, вовы, вовы. Бамс, и ушел. И как раз за рекламу телеграм-канал свой. Все телеграм-каналы делают, блин, крутые. Ну, подписывайтесь на Пашу. А ссылку куда-нибудь надо, в описании это не будет. А вот вот сюда, вот здесь-то будет. Вот так, вот ищите. Ищите, Паша. Хорош. Быстро. Моща имеется, явно. Прям отсюда стук, цилиндров, слышно. Я так понимаю, трасса для него затычная. Он, типа, разгоняет, сразу в тормоз жмёт. Ну да, он даже вот здесь разогнался и прям в пол нажал, у него аж колёса заплачились. А, он проезжал уже. Да. И у него же бампер куска нет. По этому признаку можно определить. Так, ну что, следующее включение с магаза. Я уже оделся тут в старую куртку, не очень удобную. Боты свои надел фирменные. И костюмчик такой. Взял подарочек. Надо сейчас ещё заедем кое-куда, покажу вам. И поеду сегодня на Тэшке. Дискачок остаётся здесь. Тэшечку уже запустил на прогревочных движениях. Сейчас закину пакет. Покажу вам. Смотрите, сегодня что-то запустилось жёстко. Аж этот... Надымило. Короче, я же говорил, что на Тэшке буду говно возить. Вы прям въелись в эту фразу на основном канале, блядь. Я не про автозвук имел в виду, а по типу... Во! Вот говно всяк. Смотрите, сколько здесь всякой шляпы, блядь. Например, замок от гаража, который я проебал. Ключ потом нашёл. Он здесь так и лежит. Ну ничего, я на гараж новый ключ повесил. Всё равно свой надо было. И вот стеллажи. 16 штук я купил. БУшка. Ну, понятное дело, как бы новый такие стоят. 12 рублей, блядь. Я нашёл чела на Авито. Причём на Авито, блядь, пиздец. Там в основном, даже если объявление частное, это компания продают. Я нашёл прям частника. Очень сложно в стеллажах это сделать. И купил у него 16 стеллажей. Они уставили по пятаку. За объём мы торганулись до 4 500. Надо будет сейчас их поехать, вернуться в гараж, поставить. И с кайфом. Блин, стеллажи, походу, тяжёлые. Еле едет. Ну, ему прям тяжеловато. Ну да, в первый раз грузанули его конкретно. Но здесь, я не знаю, сколько стеллажей. Ну, может быть-то килограмм на 500, на 600, а то и больше есть. Ну, я возил уже автозвук. Он не так тяжело шёл. Этот здесь прям тяжеловатенько идёт. Ну, ладно. Короче, едем. Сейчас до Вовы Перекупчина. Я ему как раз вот подарочек везу. Небольшой такой. И у него новогодняя ёлка. Он там просил. Ну, там родители, у кого дети. Писать типа Вове Перекупчина. Ну, такую прикольную акцию замутил. И реально дети писали. И любой желающий мог вытянуть конвертик с письмом от ребёнка. И, соответственно, подарить ему подарок. Вот. Там, может быть, просто на Озоне заказать. Или деньги просто перевести, чтобы люди там сразу заказались на Marketplace. Или купились в городе. Ну, либо поехать, купить, отправить. Ну, проще, я думаю, там сколько Озона заказать. Вот это, блядь, как нахуй? Это сейчас за хуярю, бачу. Пиздец. Куда нахуй? Под вторым рядом, бля, лезут. Ты что думаешь? Охуевшись-то. Я решил тоже поучаствовать в этой ёлке. Там вроде ещё письма остались. Кому-нибудь сделаем приятный подарок. А так, пока еду, ещё хотел рассказать вам, что Тэшку я не заправлял ещё. Вот я когда-то говорил, что 30 литров заправил. Всё, вот две недели езжу. Было полбака. Стало вот так вот. Сегодня, наверное, заедем, заправим ещё литров 30. В общем, тачка экономная. Я заказал уже дизайн. 34 тысячи вышла плёнка. Ну, типа, прям дофига. Ну, здесь, на самом деле, и объёма дофига. Вот. Там Тэшка настолько большая, что клеятся борта двумя кусками. И ещё загонял в сервис. По Тэшке были нюансы. Что-то периодически начала барахлить печка. Переставала тупо работать. Меня это, конечно же, перестало устраивать. Потому что холодно без печки-то ездить. И что-то ещё я говорил ребятам взять. У меня целый такой большой список был. Сцепление. Сцепа ещё моросила. Она почему-то не дожималась иногда по ощущениям. Я думал, здесь стоит выжимное. Оказалось, здесь просто тросик, который лапку дёргает. В общем, тросик заменили. Сделали. Печку сделали. И самое главное ещё из приколов. Оказывается, не работала омывайка. Мы когда ездили, было холодно. Но она нахрен была не нужна. Короче, проблема оказалась вот в этой ручке. Всё. Поливает. Надо только ещё дворники махнуть. Я их тоже купил. Времени у меня что-то не хватило. Ну ладно. Такие, короче, пироги. Поэтому, чё, чим? Ну что, я добрался. Наконец-то. Та самая Бентли, которая разыгрывается и уже сейчас разыграется. А мы пойдём сейчас в офис и выберем конвертик с ёлки. О! Привет! А Вова нету? Вова нету. Понял. Собственно, передашь, давай. Володя передай, нет? Да. Так, все уже, короче, вскрыли. Мы сейчас кого-нибудь выберем. Так, 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 так. Нормально у нас от стула двигает. Короче, так вот, вот, сниму. Всё. Плюсики стоят. Оплачиваем. Всё, перевёл. Да, 3043 рубля. На подарки детям. Под ёлочку получат. Получат. Как бы, если Озон успеет им привезти просто сын. Слушай, ну, кстати, может быть, если подарки где-нибудь там рядом, то всякое может быть. Да, да. Дома. Короче, ладно, кайфуйте. Вове, привет. Вот это что-то. Да я не знаю, это не я. Да это он. Ну он, ну маргни, что это он. Да, бля, бля, бля. Я только пакетик привез. Так, что в пакетике. Ну хочешь распакуй? Ну это, кстати, такое, это типа Вове, ну и вам, ну там есть и тебе кусочек. Давай, ладно, давай, распакуй. Я говорю, что он шаверма. Ну, давай, ладно, распакуй. Я как-то голодный. А тут колонка. Да, блядь, не, я не пытал. Это вам развлечение на две недели называется. Конфета большая. Вот это тебе, пакетик. Блядь. Ну вот это. Что это? Карамелизированный орех. Напитый со вкусом аромантов. Вот тебе инструкция. По приготовлению. Спиртягой надо заливать? Да, водя разливаешь, и получается вот такая вкусная штука. А-а-а, прикольно. Вот, а это, ну, это декстероза. А это, ну, по-моему, называется она правильно. Ну, типа сахар, короче, он как-то там туда добавляется, чтобы, ну, процесс пошел. Понятно, процесс. Вот, а потом вот тебе фильтр и этот. Вот, так что вот всем офисам потом будете распивать. Жалко, что я не пью. Годно забросил. Молодец. Присолейте. Вот, ну, сброси остальные пивы. И все хорошо. Да, и вот. Ну, это, я имею в виду в жизни. Знаешь, ну, все. Теперь она, вот эта дорожка, она вот не такая вот. А, прямая, да? Да, я четко знаю, куда, что. Понял. Так не пейте. Так, ну все, я уже спешу в гараж. Детей мы обрадовали. Два подарка. Там девочка-мальчик. Мальчику машинку на радиоуправлении. А девочке кукольный домик. Как это работает? Они написали вот эти вот письма. Ребята сами заморочились уже в корзину на Озоне. Выбрали подарки. Я перевожу маме детей. Ну, вот я сейчас маме детей перевел деньги. И ребята скидывают ей ссылки, что нужно заказать. Или они как-то с ней согласовывают. И она сама там выбрала, ну, детям какие-то там вот эти вот подарки. В целом, приятная акция поучаствовать. Клево Вова придумал. Ему прям за это отдельный респект. Так, все, мчимно. Уже стемнело. Я добрался до гаража. И здесь мне нужно найти Пашу. А вот и Пашу. Так, я еще, кстати, что починил. Это ручничок. Он теперь тут есть, что не можешь не радовать. Осталось по мелочи. Это подсветку в салоне нормальную сделать. И в Кунге тоже подсветку. Вот и Паша. Здравствуйте. Присаживайтесь. И поехали. Смотри, машина стоит. И ручник держит нас. Так, вот мы привезли это все в говно. И будем заносить сюда. Дальше занимаемся гаражом. Стеллажи уже, как видите, стоят. Их подпилили поверху болгарочкой. И все туда встало. Не хватило болтиков, чтобы закрепить дополнительные полки. Надо будет докупить. И полки делать. А сейчас будем здесь собирать стеллажи. Хочу собрать их, наверное, вот в эту сторону. И здесь по центру. А здесь место для приора сделать в углу. Чтобы заехать, я намного места не занимала. Ну, чисто к стене ее припарковать и тентом накрыть. Поехали выгружаться. Друзья, надеюсь, вы кайфанули от просмотра. Посмотрели эту с кайфом серию. Может быть, у вас есть уже идеи, чем я занимаюсь в гараже. И что я с него хочу сделать. Потому что я же ремонт там уже сделал. Но что еще хочу? Ваши догадки пишите в комментариях. И, конечно же, прикольная тема. Ралли, не ралли. Как вам? А я сейчас уже в другом городе. Об этом в следующем выпуске на этом лайв-канале. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новые серии. И лайк, комментарий. Все треки с этого выпуска в телеграм-канале. С вами был Ростислав. Это Баслок. И пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok.